Я также вас приветствую, дорогие братья и сестры. Да, действительно, Тимофей задел очень важную тему в жизни нашей. Когда он спросил меня, какая у меня будет тема, я сказал ему, он потом говорит, а у меня такая тема, которую ты некогда говорил. Это, говорит, продолжение, говорит, вторая серия. В наших отношениях очень важно уважать, почитать, любить наших родителей. У меня другая тема, но она, может быть, косвенно заденется эту тему. Читая Священное Писание жизни Иисуса Христа, и когда читаешь, вроде прочитаешь Библию, прочитаешь ее второй раз, и потом откроешь какое-то место, и оно от тебя открывается для тебя по-другому. Знаете, это книга Библии, которую никогда не устанешь читать. Я думаю, это книга, которую каждый раз, когда мы будем читать, может быть, даже знакомое место, и она будет открываться по-другому. Каждый раз Иисус хочет нас чему-то научить, что-то показать, что-то открыть из Слова Своего. В начале миссии Иисуса Христа на земле, когда Он призвал учеников, и потом, идя по Галилеи, мы будем читать из книги Матфея, пятая глава, мы знаем это прекрасно, это начало Нагорной проповеди. Написано, конец четвертой главы, «И следовал за немножество народа из Галилеи, Десятиградии, Иерусалима, Иудеи, из Иордана. Увидев народ, Он зашел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики, и Он отверг свиста Своей, и учил их, говоря». И дальше мы читаем там, Он говорит, блаженны нищие духом, блаженны плачущие, кроткие. И мое внимание сегодня хотелось заострить на девятом стихе, это пятой главы. Иисус говорит, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны миротворцы. Кто такие? Что это за люди? Почему Христос именно об этих людях сказал, что они будут блаженны? Блаженны, по-другому скажем, это счастливые, это те люди, которые счастливые, радостные люди. Христос называет их блаженными. Миротворцы. Кто такой миротворец? Значение этого слова. Я думаю, нам не надо слишком это объяснять, значение, по-английски, peacemaker, да? Тот человек, который пытается, может, кого-то примирить, чтобы рядом был мир. Может, примирить двух враждующих или ссорившихся между собой людей. Примирить два города, которые враждуют между собой, две страны, которые враждуют между собой. Знаете, когда выходило войско воевать, один город против другого, и выходил человек, который мог пойти к противнику, иметь вот этот разговор, этот conversation, чтобы примирить. Примирить эти две стороны, этих два войска, этих двух врагов. Если ему это удавалось, то сохраняли жизни многих людей. Сотен и тысячи людей. Тогда не проливалась кровь, тогда не было войны. Примиритель. Миротворец. Знаете, я слышал одну историю. Если я не ошибаюсь, это было в Санкт-Петербурге несколько лет назад, когда там в одном месте встретились две группировки или две банды. Они встретились за городом, на каком-то пустыре, для того, чтобы выяснить отношения. Потому что в одном большом городе и две вот эти группировки, и они не могли жить вместе. Они, волевая против друг друга, и вот они собрались вместе для того, чтобы выяснить отношения. Кто же из них сильнее, кто же из них, как они говорили, круче. И вот они собрались, скажем, по-нашему вооруженные, с автоматами, с пистолетами, для того, чтобы выяснить отношения. В тот вечер должно было быть много людей убитых, много должно было пролиться крови, потому что они должны были воевать между собою. И вот в одной из них группы нашлось один человек, который смог договориться и смог найти общий язык со своими противниками. Не знаю как, не помню, как они могли, что они договорились, но этого не произошло, войны между ними не было. Кровь не пролилась, все остались живы. И этот человек, он оказался миротворцем. Он смог примирить эти две группы. и не была пролита кровь. Мир так важен среди народа, среди стран. Когда нету этого мира, мы прекрасно знаем, проливается кровь, происходят войны. Нету того человека, который смог примирить эти две стороны. нету примирителя между ними, нету миротворца. И Христос говорит, что блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Мы прекрасно знаем, чтобы стать дитем Божьим, стать сыном Божьим. Не иначе, как прийти к кресту Голговскому, склониться перед Господом, просить прощения. Только тогда мы можем назваться дитем Божьим. Но значение этого слова с греческого языка, оно значит, что это тот, который делает дело Божье. Тот, который примиряет людей и делает дело Божье. Это значение этого слова. Наречется сыном Божьим. Знаете, я думаю, не каждый из нас может быть этим человеком, миротворцем. Примирить двух враждующих или двухсорящих между собой людей. Но как важно, чтобы мы оказались этим миротворцем для себя, в своей жизни, в своем сердце. Знаете, если откроем Священное Писание мудрого человека, который жил когда-то на этой земле, Соломон, и он в своих притчах много пишет о таких людях. Люди, которые не имеют мира с окружающими. Те люди, которые, наоборот, не являются миротворцем, а наоборот, делают какие-то ссоры. И наоборот, которые своим языком, своей речью, своими немудрыми и своими неразумными своими действиями, они, наоборот, людей ссорят или ссорятся с другими людьми. Мы прочитаем притчи 17 глава 14. стих. Соломон пишет так, притча 17, 14. Начало ссоры, как прорыв воды, оставь ссору, прежде, нежели разгорелась она. Он говорит, прежде, нежели вот эта ссора разгорелась у тебя с кем-то, оставь, оставь это, уйди от этого. и он говорит, как начало ссоры, это прорыв воды. Мы прекрасно знаем, что если шлюзы закрытые, и вода там накопившаяся, она будет там, а только их откроешь, поток воды большой. Он говорит, так же и ссора. Уйди оттуда, чтобы не было этой ссоры, потому что он понимал, и он говорил, что это, говорит, как прорыв воды. Далее, в 17 главе, 19 стих. кто любит ссоры, любит грех. Да, человек, который ссорится с другими людьми, оно приводит и ко греху. Когда люди не могут уже между собой у них вот эти отношения, высядят отношения, ссорятся, часто бывает летальный исход. Знаете, наш брат рассказывал, у них в городе был случай, когда двое ребят поссорились между собой, находясь в каком-то заведении, в каком-то здании, они поссорились, что-то у них произошло, один из ребят ушел, вернулся с ружьем и застрелил другого человека. Ссора привела к такому летальному исходу. И он говорит, кто любит ссору, тот любит грех. Далее он говорит в 18 главе, 6 стихом, уста глупого идут в ссору, и слава его вызывает побои. Слова его вызывают побои. Действительно, так оно есть, когда люди ссорятся. Некоторые люди просто могут поссориться и озвортись, а некоторые порой побои, действительно, люди могут подраться из-за того, что они поссорились, из-за того, что у них нет этого мира. у кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного, у тех ссоры, у тех побои, которые любят вино. И он об этом тоже говорил, что, как мы знаем, что много происходит ссор, и много происходит разногласий у людей, когда люди не в трезвом состоянии. Знаете, мне рассказывали об одного человека, он мирный, спокойный человек, но, говорят, если он выпьет, то, когда он трезвый, он с женой, Найс такой, все у них хорошо, все у них мирно, но, когда он выпьет, он может жене что-то вспомнить, побьет ее, она ему в ответ, потом наутро с такими синяками, с такими стыдными глазами, и это все производит ссору и драки. Соломон также говорит, уголь для жару и дрова для огня, а человек сварливый для разжигания ссоры. Человек сварливый для разжигания ссоры. Как люди порой любят эта сварливость, недовольство, и он говорит, что это разжигает ссору. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Если в заносливости ты своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста, потому что, это как сбивание масла, сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Действительно, Соломон был мудрый человек, и он это знал, он понимал, что ссора, она не приводит никогда к хорошему. Как хотелось бы, чтобы каждый из нас был миротворцем своей, в своем сердце, чтобы каждый из нас мог иметь мир с окружающими, стремился к тому, чтобы иметь мир с окружающими его братьями, с сестрами, в церкви своей. Знаете, увы, бывает часто, когда люди, не имея мира с окружающими, они могут жить это долгое время, не встречаясь этим человеком, а может, не встречая, пытаются обходить его стороной, не приветствоваться, не здороваться, потому что у людей нет этого мира. И люди могут жить с этим годами, долгое время. Я слышал пример одного брата, он уходил в вечность, и он не имел спокойствия в сердце своем, потому что когда-то он поссорился со своим братом, и брат просил у него прощения, брат хотел примириться, чтобы уходя из этой жизни иметь мир со своим братом, а он не захотел этого, не примирился со своим братом. Как это важно, и об этом Христос говорил. Знаете, Христос в Евангелии Марка мы читаем, Христос сказал в 9 главе 50 стихом, соль добрая вещь, но если соль не солена, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и имейте мир между собою. Христос говорил, чтобы мы имели мир между собою. Также в Евангелии Иоанна он говорит, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Мир это то, чего не хватает часто в нашем окружающем мире, в котором мы живем, на этой земле. Когда нет у людей мира, происходят войны, происходит столько бед, льется человеческая невинная кровь, потому что нету мира, потому что нету того человека, который смог примирить этих людей. Люди сами не хотят иметь мира в себе. Как во время войны люди мечтают о том, чтобы мыл мир. Когда заканчивается война, люди радуются, потому что пришел мир, закончилась война, пришел мир. Когда человек в мире с окружающими, у него светится лицо, но когда вражда и ссоры, и нету мира, лицо у человека мрачное. Знаете, когда у нас мир с окружающими, у нас настроение совсем другое. Согласитесь, братья все, когда мы видим какого-то человека, с которым у нас мир, с которым у нас нету ссоры, нету вражды, мы рады видеть этого брата, у нас улыбка на лице, мы рады увидеть его, но когда нету этого мира, тогда и лицо у нас другое, тогда может не хочем видеть этого человека, или этот человек не хочет видеть нас, у нас лицо совсем другое. Блаженные миротворцы, кто из нас не хотел бы быть блаженным, кто из нас не хотел бы, чтобы в нашей жизни был мир с окружающими нас людьми. Все на Писании мы тоже можем видеть достаточно примеров, когда у людей тоже не было мира между собой, между братьями, между родителями. Помню двух сыновей, то есть двух братьев, это Исаф и Иаков. Когда обманным путем Иаков, скажем, украл своего брата первородство, нарушился этот мир между братьями, Иаков убежал, как он боялся встречи со своим братом, потому что между ними была вражда, между ними была ссора, между ними не было мира, как он боялся встречи со своим братом. Помните, когда должен был встретиться со своим братом, как он боялся этой встречи, как он переживал, как он волновался, он боялся, вдруг брат падет на него и убьет его, потому что не было мира между ними. А Весолом и Давид, отец и сын, о чем сегодня Тимофей говорил, уважение, почитание родителей у Весолома не было, почитание и уважение к своему отцу, к Давиду, и между ними не было мира. Давид хотел встречи со своим сыном, но Весолом этого не хотел. У него была вражда со своим отцом, и он не хотел встретиться с своим отцом, не хотел примириться. И мы знаем, какой летальный исход был у Весолома. Иосиф и его братья жили они вместе, но какое-то время мира между этими братьями и между Давидом не стало этого мира. Не знаю, может быть, Иаков, видя это, не оказался тем миротворцем, не смог примирить своих сыновей. И между ними была эта вражда, между ними было это небратолюбие, злоба друг к другу, а точнее, братьев его к Иосифу. Не было мира между ними. И они замыслили даже то, чтобы убить брата своего. Но они этого не сделали, они его продали. Не было мира между братьями. Дорогие друзья, дорогие братья, сёстры, дорогая церковь, хотим ли мы, чтобы между нами был мир? Может быть, не каждый из нас может быть миротворцем, и не каждый из нас может примирить двухсорившихся или в разрушивших между собой людей. Но как важно, чтобы каждый из нас был миротворцем в своём сердце, со своим братом, со своей сестрой, с окружающими нас, чтобы у нас был этот мир. Чтобы каждый из нас был миротворцем, начиная с себя самого. Чтобы нам иметь мир с окружающими. Тогда, как я говорил, у нас будет настроение другое, у нас будет улыбка на лице. И мы тогда будем рады видеть наших, братьев, сестёр, окружающих нас. Знаете, люди могут жить, не имея мир с окружающими, долгое время. В разных городах, имея брата и сестру, с которым когда-то поссорились, не имея этого мира, могут жить спокойно. Как Тимофей говорил, что дети могут уехать от своих родителей, поссорившись, жить в другом городе, и поссорившись с твоим братом, сестру, и уехать в другой город, и жить спокойно. И нету этого мира. Может быть, человек даже сожжённый в своей совести, привыкший к этому, живёт такой жизнью. Но это ненормально. Христос говорит, «Я даю вам мир». Не такой мир, который мир даёт. «Я даю вам». Имейте мир между собою. Хотим ли мы иметь между мир собою? Я думаю, да. Каждый из нас хочет иметь мир и быть миротворцем, начиная с себя. Да благословит Господь. Слово Его. Склонимся к прославим Его. Аминь. Спасибо. Спасибо.